Привет, народ, как дела? Я Джей. Это Джей. И сегодня я расскажу, как снимать классическую сцену диалога. Диалог раскрывает зрителю ваших персонажей. Если вы неправильно снимете эти сцены, это испортит ваш фильм и впечатление от его просмотра. Поэтому давайте обсудим кое-что важное, о чем вы не должны забывать при съемке сцены диалога. Выполняйте эти пункты и вы избежите ошибок. Начинайте с общего плана. Просто потому, что это помогает выстроить сцену, положение актеров по отношению друг к другу. И вы всегда можете вернуться к этим кадрам при монтаже, когда нельзя использовать никакие другие кадры. Общий план сложно освещать, потому что он так широк, что нельзя поставить свет рядом с актерами, как это можно сделать на крупных планах. А еще на широких планах звукооператор с удочкой может оказаться смешной ситуацией, когда он со своим микрофоном будет везде виден в кадре. Так что пообщайтесь с ним, покажите ему границы кадра и найдите лучший вариант для вас обоих. Затем, чтобы сделать диалог более выразительным, вам нужно будет показать лица актеров намного ближе. Вы можете снять кадр через плечо, тогда плечо одного актера будет на переднем плане. Или просто чистый план, где в кадре только актер. Чтобы не тратить время на перестановку света, можно остаться на том же угле, но взять другие объективы для более крупных планов. Отснимите все планы с одним актером, прежде чем снимать другого. Все кадры через плечо, снятые с одним актером, должны соответствовать кадрам с другим. Сохраняйте для обоих актеров одно расстояние, объективы и диафраль. Иначе кадры будут выглядеть как из двух разных фильмов. Кадры через плечо используются при монтаже, когда актеры разговаривают друг с другом. Так что эти планы должны гарантировать вам достаточно кадров для монтажа сцены диалога. Когда есть эти планы, можете снимать с различных углов сколько хотите, если есть время. Из личного опыта, если вы снимете сначала крупные планы, то у вас будут проблемы с постоянством освещения, потому что свет, используемый на крупных планах, будет виден на широких. Просто помните о правиле 30 градусов, которое гласит, разные углы одного и того же объекта съемки должны отличаться по меньшей мере на 30 градусов, иначе при монтаже у вас будут нехорошие резкие скачки. Точно так же, используя правило 180 градусов и сохраняя камеру на одной стороне действия, вы не дадите объектам внезапно появляться в кадре или меняться местами. Спасибо, что смотрите мое видео, не забудьте подписаться. И как говорит Арни, через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok